Пару слов хотел рассказать о нашем шейхе Саады Шатире. Мы такую большую информацию о нем позапрошлый Рамадан говорили. В этом году это третий ифтар от его имени. От его имени, который, аль-хамдулля, причиной этого ифтара, здесь в России наш дорогой, любимый старший брат, Резван Хаджи Даниалов, который тоже должен сейчас приехать, иншаллах. Три года назад, из предыстории расскажу, они сидели у одного принца в Ир-Риаде. И все пошли на обед, был понедельник. Резван Хаджи говорит, я постился в этот день, у меня был пост. И у шейха тоже был пост, еще они не так были знакомы. И шейх Саады Шатире говорит, почему ты идешь на обед? Он говорит, я сегодня пощусь. Он говорит, я тоже пощусь. Взял финик из рубашки и дал Резвану Хаджи. Говорит, можешь этим фиником ифтар сделать? Он хорошо говорит. Потом сидим, говорит, не понимаем друг друга. Но так мы, говорит, если сердца друг к другу близки, то и переводчик не нужен. Можно понять, с сердцами, общались с сердцами. И потом он говорит, сколько с собой в Россию фиников сможете взять? Шейх говорит, шейх Саады Шатри. Резван Хаджи говорит, у нас мы на своем самолете прилетели. Хоть сколько дадите, столько возьмем. Говорит, возьмите две коробки финика. И мы, говорит, привезли. Говорит, а как мы будем эти финики раздавать? Две коробки финика. Как вот мы придем в шатер будем раздавать? Давай сделаем ифтар от его имени. Целый день возьмем в шатре. И вот такая традиция, аль-хамдуля, помилуйся Аллаху, каждый год уже в том году было. И в этом году, аль-хамдул-Лля, вот такая вот есть традиция. Если в двух словах сказать, уважаемые братья и сестры, это вообще семья Ащатри, она очень известная семья. Его дедушка еще, шейх Абдул-Азиз, это первый советник короля Абдул-Азиза. То есть если посмотреть, например, династию королев, основатель Малик Абдул-Азиз, потом его сын был король Сауд, потом был король Фейсаль, все знаете Малик Фейсаль, потом был король Халид, король Фахад, король Абдулла, и сейчас король Сальман. И вот у самого первого короля советник по религиозным вопросам был как раз дедушка, вот этого шейха Сауда Сауда Сауда, который сейчас является советником короля Салмана. Его отец, шейх Наср, шейх Сауда, тоже был мусташар-ин-мулюк, прозвище его, то есть такой был лакаб, советником многих королей. Он был советником у короля Фейсала, у короля Халлида, у короля Фахада, у Амира Султана и у короля Абдуллы. И то есть даже короли так к нему очень сильно стрепетно относились, даже король Халид, когда делал себе операцию в Швеции, потом, говорит, реабилитацию, говорит, я не хотел приходить в Швеции, я приехал в Сумаму, в город маленький Сумама, рядом с Рядом, хотел, говорит, рядом эти дни провести с любимым шейхом Насаром Ас-Шатри. И когда встали на намаз, он читал сурат-эль-му'минун, и там есть аят, и шейх заплакал, и говорит, король говорит, я тоже заплакал, почувствовал трепет от этого аяты, где Симишн Аллах Субханава Тауле говорит, в судный день некоторых людей будут лицами кидать в ад. И я заплакал, напугался этого момента, и потом вспомнил, что впереди стоит мой любимый друг, драгоценный шейх Саадич Насар-Шатри, иншалла, помился Аллах, он будет за меня заступником перед Аллахом Субханава Тауле, и сразу получил некоторое такое облегчение. Представляете, вот дом, просто представьте, дом, 150 лет двери этого дома вообще не закрываются, открыты. Это вот дом нашего любимого шейха Саада-Шатри, его отца, его дедушки. 150 лет двери открыты, и кто хочет, заходит, угощается. То есть он и как принц у себя дома приглашал, принимал, и также он обычных людей принимал, и инвалидов принимал, и бедных принимал, после утреннего намаза, и после асара сидел около двери и отвечал на вопросы, кому что нужно помочь. Может, у кого-то вопрос к королю есть, он был неким как посредником, вопросы решал, то есть, Субханава, баракатный такой человек. И когда перед смертью уже умирал, все сыновья собрались, и на этом закончу, иншаллах, Субханава, все сыновья, говорит, его собрались. Еще Их Саадич Насар-Шатри, говорит, еще рассказывал, говорит, самый, говорит, знаете, как вот, воспитал во мне отец дух намаза, мы, когда были маленькими детьми, выезжали с ним куда-то в далекое путешествие. Мне было тогда 7 лет, Саадич Насар-Шатри, говорит, и мы на утренном намаза, говорит, ночью играли в футбол, на утренном намаза, говорит, он нас будил, я, говорит, один утренном намаз не пропустил, не пришел в мечеть. И он ко мне подошел и говорит, после обеда намаза, и дай Аллах, чтобы это как нам, как отцам, как родителям, назиданиям по отношению к своим детям. Такие слова сказал, после этого я больше намаз не оставил, говорит. Он мне говорит, сыночек, сегодня ты с нами читал утренном намаз, я, говорит, застеснялся отца, напугался, и он меня ничего не поругал, не ударил, он сказал, смотри, говорит, твой намаз, он для тебя, то есть, твой намаз мне ничем не поможет, он, ты ради себя читаешь, но, однако, твой намаз в судный день перед Аллахом принедет мне пользу, потому что я тебя правильно воспитал, значит, я тебя правильно воспитал. И перед смертью уже, говорит, еле-еле он уже вздыхал, с ним все попросили, попрощались, король Абдуллах с ним попрощался, говорит, я, Шейх Наср, ты для меня ближе, чем мои родные братья. Вот так они его любили, и перед смертью, когда сыновья его собрались, он что сказал? Последние слова, говорит, сказал, аль-баб, аль-баб, дверь, дверь, не закрывайте дверь, которая 150 лет у нас была открыта, не закрывайте эту дверь, пускай она будет открытой, и все, кто нуждается, заходят через эту дверь и получают от нас поддержку. Вот такая небольшая, краткая история, это сама, как дайват, их жизнь. Просим Аллаха, чтобы дал баракат, чтобы дал баракат нашему дорогому, как раз вот в том году на хаджи, мы с ним виделись, рассказали от нашего старшего брата, Резвана Хаджи, то, что такой вот он знает, ифтар сделаем, то, что я ему тоже, шейху Сааду рассказал, то, что вот такой ифтар проходит, он большой салям всем мусульманам России передавал, поблагодарил, аль-хамдри пожелал прекрасный ифтар. Да, Аллахталя баракат, всем вам, иншаллах, ажи-закам лахайр, важно быть благодарным Всевышнему за дарованное им, важно поминать Аллаха с благодарностью. А сейчас позвольте представить вам видео от шейха Саада Аш-Шасри «Благодарность Аллаху за милости». Внимание на экран. Хвала Аллаху Господа миров. Мир и благословение лучшему из пророков и посланников. А затем, поистине, раб, получая что-то из милостей, великого и могучего Аллаха, должен благодарить за эти милости, которые Аллах даровал ему. Аллах приказал верующим благодарить его за милости и объяснил им, что благодарность является одной из причин довольства великого и могучего Господа. Всевышний сказал, «А если вы будете благодарны, то он одобрит это для вас» и сообщил, что благодарность является одной из причин добавления милостей. Он сказал, «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим». Поэтому верующий раб отличается этим качеством. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, «Сколь удивительно положение верующего, воистину, любое его дело для него благо, и не дано это никому, кроме верующего». Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает несчастье, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом. Поистине, из красных линий, к которой мы не должны приступать, это благодарность Аллаху за его милости. Потому что неблагодарность Аллаху является переходом этой красной линии. И я приведу примеры на неблагодарность, чтобы это было понятным. Из неблагодарности, когда человек приписывает милости Аллаха себе, «О брат, тебе была дана помощь в твоей торговле, или тебе была дана возможность получить диплом, но ты получил высокое место и высокое положение только по милости Всевышнего Аллаха. Поэтому не будь подобен Корону, который сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». И его концом было то, что Аллах сделал так, что земля поглотила его и его дом. И признай, что блага, которые у тебя есть, они от Всевышнего Аллаха. Также рассказывая о них своим языком, также выражая благодарность, используя эти блага в том, чем доволен Всевышний Аллах. Как сказал причисто он, «О род Дауда, совершайте дела повиновения Аллаху в знак благодарности, но немногие из моих рабов благодарны». Поистине, использование милости Аллаха в том, чем доволен Аллах, является одним из видов благодарности. А отрицание милости Аллаха и непризнание того, что они от Аллаха, и неиспользование их в том, чем доволен Аллах, все это противоречит состоянию благодарности, в котором должен быть человек. Также из качества верующего, что он является терпеливым, когда теряет что-то из милостей Всевышнего Аллаха. Так же, как он является благодарным, когда получает блага Всевышнего Аллаха. В терпении огромное вознаграждение и щедрая награда. Как сказал Всевышний, воистину терпеливым их награда воздастся полностью, без всякого счета. Терпеливому будет хороший исход и успех, и он будет обладателем дел с наилучшим исходом. Таким образом, терпение — это ключ избавления, как говорится. И как сказал Всевышний Аллах, обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Поэтому, о брат, остерегайся этой красной линии. А именно, неблагодарность за милости Аллаха, дарующего их. Да благословит вас всех Аллах, и да поможет вам быть из числа благодарных. Аллаху ведомо лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью, всех его сподвижников и тех, кто последовал за ним до судного дня. и да и умилдин. Продолжение следует...